Петербург Ленинграду, Ленинграду принадлежит выдающаяся роль. Два с половиной столетия назад был заложен этот город русской славы, город русской культуры, цитадель трех революций. Здесь жил и творил гениальный Пушкин. И вот уже больше ста лет повторяем мы бессмертные пушкинские строки. Люблю тебя, Петра Творения, люблю твой строгый стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее грани. Здесь закладывал основы нашей героической партии коммунистов Великой Ленина. В октябре 1917 года на этом паровозе Владимир Ильич приехал из Финляндии в революционный Петроград. И вскоре здесь прозвучали незабываемые ленинские слова. Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. И вот свой славный юбилей ленинградцы отметили закладкой памятника Владимиру Ильичу на площади Восстания. На юбилей съехались гости со всего Советского Союза, посланцы многих зарубежных стран. В эти дни рабочие Ленинграда собирались на многолюдные митинги. Старая гвардия рабочего класса, с оружием в руках, защищавшая завоевание октября, возрождавшая к жизни фабрики и заводы. Навсегда запомнили мы Ленина, его пламенные слова о мире, о земле, о переходе власти в руки Советов, говорили представители старшего поколения. Мы будем свято хранить и умножать славные революционные трудовые традиции наших отцов, заверяла молодежь. Вечером, накануне праздника, состоялась юбилейная сессия Ленинградского городского совета депутатов-трудящихся. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георг Гадзе огласил указ о награждении Ленинграда в связи с его 250-летием за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, Орденом Ленина. Награду вручил член Президиума Верховного Совета СССР товарищ Андреев. И к славному знамени города Ленина прикрепляется Третий Орден. Слово предоставлено товарищу Андрееву. Дорогие товарищи ленинградцы, по поручению Президиума Верховного Совета СССР, Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства, с большой радостью вручил я сегодня Орден Ленина городу, носящему славное имя вождя Пролетарской революции, основателя нашей партии и первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. От имени Президиума Верховного Совета СССР, Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства горячо поздравляю вас, дорогие товарищи, и в вашем лице всех ленинградцев с высокой и заслуженной наградой. От всего сердца желаю трудящимся, славного города Ленина, дальнейших успехов в борьбе за всенародное дело построения коммунизма. Ленинградцев поздравляли и приветствовали. Заместитель председателя Президиума Верховного Совета Украинской ССР Кавпак. От имени китайской делегации заместитель мэра Пекина Фин Цзипин. Приматор Праги Адольф Свобода от делегации Чехословакии. От финляндской делегации мэр города Фельсинки Лаури Ахо. Первый секретарь Ленинградского обкома партии товарищ Козлов от имени всех ленинградцев выразил горячую благодарность партии и правительству за высокую награду, которую достоин Ленинград. И вот наступило утро большого всенародного праздника. Наряден город-юбиляр. Веселый и радостный ленинградцы. В празднестве участвуют корабли краснознаменного Балтийского флота. И среди них, словно в боевом строю, легендарный крейсер Аврора. Ровно в полдень, по давней традиции, с Петропавловской крепости грянул пушечный выстрел. Более ста тысяч зрителей заполнили трибуны стадиона имени Кирова. Праздник открыла колонна знаменосцев. И в центре этой колонны ленинградцы увидели своих именитых сограждан. Ветераны революции, бойцы Красной Гвардии, солдаты Великого Октября. Казалось, порыв весеннего ветра принес сюда эти цветы. А когда на поле вышли военные моряки, в центре стадиона возникли живые эмблемы праздника. Весь день длилось народное торжество. Вечером, когда спускалась белая ленинградская ночь, вспыхнули огни праздничной иллюминации. Город-революционер, город-воин и труженик. Он был особенно красив в эти часы. Один из любимейших городов советского народа, город Ленина.